Здравствуйте! И вот снова в гостях у мастера на Алтайской 105. Сегодня у нас в гостях Алексей Визигин, декан нашего знаменитого спортфака Педагогического университета. Здравствуй, Алексей! А позвали мы тебя, потому что начинается сессия у студентов и спартачей. Правильно я говорю? Совершенно верно. Ну что ж, вот расскажи, что это за удивительное такое мероприятие и сессия? Ну, сессия это достаточно волнительное мероприятие, особенно для студентов первого курса. И для студентов факультета физической культуры здесь нет, как говорится, ничего такого, что-то отличающего их от студентов других вузов. То есть наши студенты точно так же сдают как практические, так и теоретические дисциплины, сдают свои специфические дисциплины, ну и со следующей недели выходят на сессию, готовятся к сдаче. Вот я и о чем говорю, потому что бегать, стрелять на лыжах, бокс, гимнастика, гири, это же все входит в сессию? Ну, совершенно верно, то есть в учебном плане у нас есть разные дисциплины. Есть дисциплины теоретического характера, то есть это теория методика физического воспитания, психология физического воспитания, педагогика и так далее. То есть это очень большой блок дисциплин. Ну, в том числе есть, конечно, и практические дисциплины, в число которых входит плавание, лыжный спорт, легкая атлетика, спортивные игры, включающие баскетбол, волейбол и так далее. И, естественно, вот по дисциплинам практического характера люди сдают как практическую часть, где надо демонстрировать технику упражнений, методику проведения занятий, так и теоретическую часть, там, где надо знать основу судейства, основу организации, скажем так, тренировочного процесса в каком-то виде спорта, теорию методику вида спорта. То есть все это достаточно сложно, не просто бегать, прыгать. Алексей, только честно, много ли у вас двоечников? Ты же сам понимаешь, ведь студенты, они спортсмены, они часто ездят, где-то выступают, соревнуются. Как ты с этим борешься? Ну, честно говоря, с точки зрения меня как декана, двоечников у нас хватает много, на мой взгляд. Хотя, с точки зрения студентов, может быть, все с точностью-то наоборот, они считают, что учатся хорошо. Да, если спортивные показывают дисциплины прекрасные, а ты основная же, да, дисциплина их, поэтому они так считают. Как на любом другом факультете, у нас есть и хорошо успевающие студенты, и те, которые учатся, скажем так, неважно. Есть те люди, которые действительно, вот особенно лыжники, в это время уезжают на сборы, то есть постоянно, скажем так, в разъездах находятся. Но обычно в отношении этих людей мы идем им навстречу, то есть делаем индивидуальный график, и преподаватели достаточно лояльно к ним относятся, особенно если есть какие-то спортивные достижения. Вот, поэтому, да, есть и отличники, есть и хорошисты, есть и двоечники, с ними мы, в общем-то, успешно боремся. Я понимаю, что спортсмены, студенты, они все-таки с таким характером, да, и иногда ты им позволяешь все просто собраться после соревнований и отрубить все хвосты, и быть чистым перед налогой. Согласен, то есть спортивный характер, конечно, много чего позволяет добиваться и в учебе, и в жизни, и многие именно так и поступают. То есть после того, как заканчиваются соревнования, он очень активно принимается за учебу и в короткое время ликвидирует все свои задолженности. Алексей, ну ты совершенно же недавно стал деканом факультета, но это у тебя очень богатый педагогический опыт. Ну, знаете, да, то есть я учился, я выпускник нашего факультета 4 года, потом с 2003 года, вот, 13 лет стажа, я работаю на факультете. Но, на самом деле, если сравнивать с другими преподавателями нашего факультета, вот, допустим, с Юрием Теремьевичем Бевякиным, который больше 50 лет отдал факультету, то, конечно же, мой стаж, он не очень большой. Ну, тебя все еще впереди. Ну, а вот, по первым впечатлениям, деканом-то сложно работать? Да, на мой взгляд, сложно. То есть работа декана, конечно же, значительно отличается от работы преподавателя и даже от работы заведующего кафедры. То есть это гораздо больше административная нагрузка, приходится решать такой очень широкий спектр задач, общаться с многими людьми, начиная с студентов, абитуриентов и заканчивая с представителями, скажем так, властных структур. И поэтому очень многообразная, сложная такая многогранная работа. Алексей, неужели деканом быть сложнее, чем чемпионами мира по подводному плаванию властных? А? Давай-ка слов не молодость. Ну, на самом деле, конечно, сложнее, потому что работа декана – это именно работа. А занятие спортом, да, с одной стороны, это была, конечно, достаточно трудная такая, кропотливая работа, но с другой стороны, это было и увлечение. То есть это был азарт, это было желание заниматься вот тем, чем я тогда занимался. Ну, и с другой стороны, все-таки, видимо, опыт жизненный сказывается. Ну, конечно, там ты отвечал сам за себя, а теперь за громадный коллектив. Да, совершенно верно, ответственность совершенно другая. Давай-ка вспомним чемпионат мира на Майорке 2000 года. Ну, было очень такое замечательное, конечно, время. То есть это время молодости моей было. В составе сборной команды России я тогда отобрался на этот чемпионат. И вообще из Томска тогда очень много людей, ребят, поехало на эти соревнования. Тогда вот Евгений Владимирович Скорженко, ныне директор учебно-спортивного центра, он впервые заявил о себе как о выдающемся спортсмене. Максим Викторович Максимов тогда уже заканчивал свою спортивную карьеру, установил рекорд мира. Ну, и мне повезло оказаться вот среди этих людей, среди этих замечательных спортсменов, моих друзей. То есть воспоминания самые теплые. Ну, и стать чемпионом мира все-таки. Ну, естественно. Золотая медаль у меня была в эстафете. То есть эстафета была 4 по 200 метров в составе мужской сборной команды России. И на личной дистанции, то есть это была дистанция 50 метров ныряния, я тогда поделил второе место с итальянским спортсменом Дэвидом Ланди. Победителем тогда был Евгений Скорженко. Ну, а мне посчастливилось занять второе место. Скажи, пожалуйста, а как это вы разделили второе место на двоих? Вы там не стали, стояли. Твое? Ну, вот так получилось. То есть показали одинаковое время, коснулись одинаково, быстро, скажем так, щиток. И получилось так, что Ланди и я вдвоем поднялись на эту ступеньку пьедестала подсчета. Ну, это редчайший случай, конечно. Ну, не редчайший. То есть это на самом деле бывает практически на каждых таких крупных соревнованиях. Ну, там же сотые секунды идут. Да, просто от меня тогда этого никто не ожидал. То есть Ланди все-таки был к тому времени очень такой именитый спортсмен. И на самом деле для него было очень досадно. Потому что первое место выиграл вообще никому неизвестный Евгений. И второе место поделил с ним тоже, в общем-то, никому неизвестный Алексей Визигер. Да, идти на кадрах видно, как итальянец нервно покусывает губы. Он этого не ожидал. Не знаю, я этого не видел. Ну, надо внимательно смотреть. Это на свою славу. Я смотрел на наш российский флаг. Ну, что ж, с опозданием на 16 лет я тебя все-таки поздравляю лично. Спасибо, огромное спасибо. Очень приятно. Алексей, из солнечной Майорки мы вернемся на нашу заснеженную Сибирь. Наш Томск сейчас проходит наш прекрасный турнир по зимнему футболу. Проходят игры и на стадионе ТГПУ. И вот эмоции, крики болельщиков. Не мешает под окнами работать тебе? Да, действительно, проходит сейчас турнир. То есть, массовая лига принимает участие на нашем стадионе. И ветераны футбола тоже играют у нас. Но турнир проходит в выходные дни. То есть, субботы и воскресенья. Поэтому мы, как все нормальные люди, в общем-то в это время отдыхаем. Поэтому проведение этих спортивных соревнований ни студентам, ни мне абсолютно не мешает. Ну, конечно же, если бы они играли и в будние дни, то абсолютно бы их игры, крики болельщиков и, скажем так, накал спортивной борьбы на учебном процессе студентов абсолютно не отразился. Я бы даже сказал, это вдохновляло бы вас. Потому что спортивный процесс идет. Абсолютно верно. Ну что ж, вот на этой оптимистической ноте мы прощаемся с вами. А тебе, Алексей, я желаю успехов в твоей работе студентам, сдать все хвосты и, конечно же, провести прекрасно зимний спортивный сезон. Огромное спасибо. Будем стараться. Ну что ж, Алексей, от слов к нему. Займемся спортом. А не попинать ли нам мячик? Ведь у вас такой прекрасный стадион, а? А пойдем-то попинаем. Ой, елки-палые, я совсем забыл. Сегодня за окном минус 35. Даже отважные участники зимнего футбола в такую пору не играют. Ладно, в следующий раз. Конечно, Леонид Андреевич, всегда рады будем вас видеть у нас в гостях. Ну тогда, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова